Великого путешественника Николая Николаевича Миклухомаклава Для меня это не только интересная тема, для меня это и личная история Я потомок младшего брата Николая Николаевича Михаила Николаевича Миклухомаклава И возглавляю Московское отделение фонда Миклухомаклава Прошу вас задать вопросы, можно по ходу, можно в конце, чтобы поднять руку, спросить, есть что-то интересное Потому что аудитории разные, понятно, каждой аудитории интересует что-то свое Ну, давайте начнем Тема нашей лекции «Жизненный путь экспедиции Николая Николаевича Миклухомаклава на Новую Гвинею» Структура примерно следующая То есть сначала я расскажу о семье, потому что понятно, что семья оказала огромное влияние на великого путешественника Потом поговорим об экспедициях, которые проводил Николай Николаевич И завершение его общественно-политической деятельности Итак, Николай Николаевич Миклухомаклава Года жизни 1846-1888 Выдающийся российский ученый-гуманист, путешественник, общественный деятель И известнейший натуралист широкого профиля Он не только поставил в центр своих исследований человека и проявления его культуры В рамках географической среды Но и активно работал в различных отраслях естествознания Океанографии, геологии и других Сам жизненный путь и сама личность Николая Николаевича Миклухомаклава Характеризует его как одного из самых выдающихся исследователей богатого талантами 19 века История семьи Николая Николаевича Будущий всемирно известный путешественник родился 17 июля 1846 года В деревне Языково-Рождественского Новгородской губернии Неподалеку от этого места в городе Акуловка по сей день с гордостью хранят память о своем великом земляке В том числе с участием нашего фонда мы каждый год проводим там праздничные мероприятия Ну, за исключением, конечно, последних двух лет, к сожалению Восстанавливаем исторические события Ну, в общем, это очень интересно, всем рекомендую Надеюсь, что в следующем летом получится Николай Николаевич Миклуха-Маклай был вторым из пяти детей в семье инженера-путейца Николая Ильича Миклухи Николай Ильич отличался невиданным упорством В юности он с котомкой за плечами Отправился из родного Стародуба в Санкт-Петербург, тогдашнюю столицу России Пешком, так же, как некогда, Ломоносов в Москву Дабы поступить в Институт корпуса инженеров путей сообщения Который он окончил с отличием Николай Ильич прошел путь от инженера-строителя Главной железнодорожной магистрали страны Петербурга Московской железной дороги До первоначальника главного вокзала Российской империи Санкт-Петербургской пассажирской станции Ныне Московского вокзала Санкт-Петербурга Отец будущего путешественника был человеком со широким кругозором Проявлял живой интерес не только к технической литературе Но к поэзии, музыке, путешествиям А еще он активно занимался живописью Его сын Николай многое перенял от отца Что помогло в дальнейшей работе Например, только одно умение прекрасно рисовать Позволило путешественнику сделать во время экспедиции Сотни иллюстраций, которые стали бесценным дополнением К его дневниковым записям И послужили своеобразным посланием для потомков Помогая погрузиться в мир, который следовал ученый Действительно, если вам попадет Я надеюсь, так и будет В руки собрания сочинений Николай Николаевич, мы его недавно переиздали Нашими силами Это было в 60-е годы издано Сейчас второе издание И оно, наверное, наполовину состоит из рисунков и иллюстраций Крайне интересных Матерью Николая Николаевича Миклуха-Маклая была Екатерина Семеновна Миклуха Уроженная Беккер Она имела польские корни, была на 8 лет младше своего мужа Ее предком был лейб-медик Иоганн Беккер, доктор последнего польского короля Станислава Августа Понятовского Жизнь Катерины Семеновны сложилась таким образом, что после кончины Николая Ильича в возрасте 40 лет Премия забот о детях, соответственно, о пяти детях Сергея, Николая, Ольге, Владимире и Михаиле легла на ее плечи Семье пришлось переехать на более дешевую квартиру, продать часть мебели, сократить расходы Екатерина Семеновна с детьми поселились в доме Глазунова на Большой Мещанской Это сейчас называется Казанская улица, вблизи Невского проспекта Санкт-Петербурга Ей пришлось сказаться от домашнего образования детей Поэтому Николай и старший брат Николай Сергей за казенный счет были зачислены во вторую гимназию Которая располагалась неподалеку от дома Сергей Миклуха Маклай, старший брат всемирно известного ученого Окончил юридический факультет Петербургского университета, впоследствии стал мировым судьей Ольга Миклуха Маклай, к сожалению, скончалась в молодом возрасте При рождении ребенка, который появился на свет 31 января 1880 года, был назван Михаилом Он воспитывался в доме бабушки, впоследствии Михаил окончил Киевский университет, где затем служил профессором Младший брат Николая Николаевича Владимир с ранних лет мечтал стать моряком В 1868 году он успешно сдал вступительный экзамен, был зачислен воспитанником морской корпус Во время русско-турецкой войны, проходя службу на крейсере, Владимир Николаевич заслужил репутацией отлаженного моряка И осенью 1902 года стал капитаном броненосцев береговой охраны адмирал Ушаков На котором в 1905 году он принял участие в своем последнем бою в Цусимском сражении Героически погиб вместе с затонувшим кораблем Михаил, собственно мой прапрадед, самый младший в семье, занялся горным делом Выбор Михаила в жизненном пути неразрывно связан с его братом Николаем Который настойчиво советовал своему младшему брату всерьез заняться геологией и минералогией Спустя почти три десятилетия Михаил станет не только известным геологом, но и собирателем экспедиционных свидетельств и архива старшего брата Так все пятеро детей инженера путей сообщений Николая Ильича и его супруги Екатерина Семеновна Составили сообщество выдающихся личностей беззаветно преданных Отечеству Но, конечно, самым ярким представителем прославившей фамилию стал всемирно известный исследователь острова Новая Гвинея и других районов Тихого океана Николай Николаевич Миклуха Маклай Сначала несколько слов о научных интересах Николая Николаевича в юности Единственная цель моей жизни это польза и успех науки и благо человечества Так сказал 24-летний ученый Николай Николаевич Миклуха Маклай в 1870 году Перед тем, как отправиться в экспедицию на северо-восточное побережье тогда еще неизведанной части земного шара острова Новая Гвинея Это сделало его всемирно известным Достижению этой благородной цели была посвящена вся его жизнь Николай Николаевич искал свое призвание с самой юности Будучи гимназистом он читал книги о путешествиях в изобилии имевшейся в библиотеке отца В 17-летнем возрасте Николай занялся естественными науками Также талант к рисованию, открывшись у него, был настолько ярким, что с школьной скамьи Николай мечтал поступить в Петербургскую академию художеств Но отказался от этого намерения благодаря тактичным уговорам его матери Екатерина Семеновна хотела и мечтала, чтобы сын по примеру отца стал инженером А поэтому неоднократно призывала изучать прежде всего математику Так Николай стал вольнослушателем отделения естественных наук физико-математического факультета Петербургского университета Откуда он был исключен за участие в студенческом движении В 1864 году Николай Николаевич переехал на обучение в Германию Хотел небольшой пассаж по этому поводу Я помню в свое время, когда давно начал знакомиться с материалами, касающиеся моей семьи Меня вот этот момент всегда удивлял То, что как достаточно бедная семья И понятно, что за участие в студенческом движении это были выступления против царской власти Николай там два дня даже провел в Петропавловской крепости Ему было не рекомендовано продолжать обучение в Петербурге Но он уехал на обучение в Германию Я задал всегда вопросом, как это было Действительно, имея дворянский чин, а он был дарован его отцу Именно дарован, да, потому что за заслуги Гражданин Российской империи мог бесплатно, подчеркиваю, учиться в европейских университетах Ему приходилось тратиться на свое содержание, ну, в семье приходилось тратиться И на жилье, да, то есть такой интересный факт, как меняется, да, вот Я сам специальный социолог, и для меня было интересно, насколько каналы мобильности, да, по-разному работают Сейчас трудно себе представить, чтобы даже очень умный человек из бедной семьи собрался и поехал учиться в Германию в университет Да, то есть, ну, вот тогда это было возможно Итак, в 1864 году Николай Николаевич приехал на обучение в Германию Он погрузился в изучение зоологии медицины Медицинское образование давало не только надежную профессию, но открыло путь изучению большого цикла естественных наук Заметив интерес Николая к науке, глубиной оригинальности умышления, один из крупнейших ученых 19 века, эмбриолог, морской биолог, естественный испытатель и видный последователь Чарльза Дарвина, Геккель, сделал Миклуха Маклай своим ассистентом Уже в возрасте 20 лет молодой ученый совместно со своим именитым наставником отправился в первую в историю науки экологическую экспедицию в Северную Африку для изучения морской фауны Так Николай Миклуха Маклай получил свой первый экспедиционный опыт и сделал свое первое открытие В частности, он написал кремнероговую губку и назвал ее Гуанча Бланка в честь коренного народа Канарских островов Кроме того, молодой исследователь первым доказал, что мозг акул далеко не примитимен и имеет довольно сложное строение В годы студенческих экспедиций у Николая Николаевича также возник интерес к культуре и обычаям народов, чьи территории он посещал в Испании, Африке На аравийском побережье Красного моря он оставил ценные этнографические заметки о жизни, культуре и антропологическом составе населения этих регионов Вероятно, именно поэтому дальнейшая научно-экспедиционная деятельность ученого-путешественника была в большей степени связана именно с этнографическим и антропологическим изучением почти не исследованных на тот момент народов Новой Гвинеи После возвращения из университета и экспедиции в Петербург, Миклуха Маклай представил императорскому русскому географическому обществу свой проект экспедиции на Тихий океан Ознакомление с научной литературой, беседой и перепиской с ведущими отечественными и мировыми учеными навела его на мысль, что исследование целесообразно начинать именно с Новой Гвинеи, огромного острова в южной части Тихого океана или океане Еще один интересный факт, характеризующий то время, что молодой ученый приходит в императорское русско-географическое общество, которое курировал тогда Великий князь Константин Николаевич, сын Николая Первого Своим проектом этот проект рассматривается и, собственно, реализуется Конечно, у Николая Николаевича был покровитель Семенов-Тиньшанский, он сначала ему показал свои, собственно, предполагаемые маршруты Но, тем не менее, в общем, тоже факт достаточно интересный, на мой взгляд Вообще, что такое Новая Гвинея? Новая Гвинея – это второй по величине остров на Земле, расположенный в южной части Тихого океана и также одно из наиболее уникальных и разнообразных мест на планете Остров был открыт в 1526 году португальским мореплавателем Жоржо де Мензешем за 80 лет до Австралии и на 116 лет раньше Новой Зеландии В 1545 году остров посетил испанский мореплаватель Иньего Ортис де Ретос и дал ему название Новая Гвинея, так как, по его мнению, местные жители были похожи на аборигенов Гвинеи в Африке Возможно, он усмотрел сходство очертаний берегов Нового острова и территории Африканской Гвинеи Вероятно, именно поэтому Новую Гвинею часто путают с африканскими странами, вам тоже будет полезно запомнить На сегодняшний день в мире есть четыре Гвинеи Это экваториальная Гвинея, Гвинея Бесау и просто Гвинея, они находятся в Африке И, соответственно, папа Новая Гвинея, расположенная на восточной части острова Новая Гвинея Так вот, Николай Николаевич путешествовал, понятно, на последний, да, в списке Культурная и в особенности лингвистическая картина острова очень простая Население говорит на 167 местных языках, которые подразделяются на папуасский и австронизийский Самое древнее население Новой Гвинеи – папуассы, первые поселенцы оказались здесь, предположительно, более 40 тысяч лет назад Внешне их численность составляет около 10 миллионов человек Для их внешности характерен темный цвет кожи, курчавые волосы, сравнительно большая ширина носа Само название папуасс происходит от малайского слова «папуа» – «курчавый» Так называли малайцы, жители Новой Гвинеи, за их мелковолнистые густые волосы, образующие одну сплошную массу Почему я выбрал Новую Гвинею? Так начиналась статья Михаил Маклая, план, который, судя по сохранившимся черновикам и наброскам, он составил еще до отправления в экспедицию Для русского ученого с 1867 года, искавшего возможность отправиться в далекую опасную экспедицию, которая обогатит науку важными открытиями И сделает его имя известным в ученом мире, а, возможно, и за его пределами, Новая Гвинея представлялась идеальным выбором Несмотря на то, что открытие Новой Гвинеи европейцами началось еще в 16 веке, в 1860-х годах она, по существу, все еще оставалась неизведанной частью земного шара Не было сколько-нибудь точных сведений ни о площади этого огромного острова, ни об очертаниях его берегов, а его внутренние районы оставались совершенно неисследованы Фактически было начато изучение коренного населения Новой Гвинеи и папуасов, отдельные достоверные наблюдения уживались самыми нелепыми вымыслами и легендами Более того, папуасам, бушменам и другим отличающимся от европейцев народам, некоторые видные зарубежные антропологи отводили роль промежуточного звена между европейцами и их животными предками Микух Маклая стал очевидной опасностью подобных концепций Отправляясь на Новую Гвинею, Николай Николаевич, соответственно, со сложившимися у него представлениями о высоком общественном предназначении науки Решил на неопровержимых фактах показать, что представляет собой действительность папуасской расы Тут тоже, позволяю несколько своих мыслей, получается, что Николай Николаевич, так бывает у ученых, изменил свои взгляды некоторым образом Точнее, не некоторым, а достаточно коренным, как вы, если внимательно слушали, он был учеником Гекеля, который был учеником Дарвина Что, соответственно, говорит о том, что он был на том этапе, ну, нет достоверных этому, но, скорее всего, это так было Он был сторонником теории Дарвина, то есть, соответственно, теории естественного отбора Говоря простым языком, что человек произошел от обезьян А тут, соответственно, он всю остальную вторую часть своей жизни, он положил на то, чтобы доказать обратно Да, что это теория не, что в папуасах есть исходно-человеческой, с обезьянами, они ничего общего не имеют Говоря, еще раз говорю, простым языком, тоже интересный момент И по таким, как сказать, по слухам, ну, не знаю, опять же, нет точной информации, но говорят, что Гекель с ним не разговаривал до конца своих дней Ну, точнее говоря, не разговаривал Теперь об экспедиции Первое пребывание на побережье залива Австралибия, впоследствии получившего название берег Маклая На северо-востоке Новой Гвинеи стало знаменательным событием в жизни Миклуха Маклая Ученый высадился на побережье 20 сентября 1871 года Там еще не ступала нога европейцам Николай Николаевич был в тропическом экспедиционном костюме Несмотря на явное отличие от современных костюмов, он обладал костюм рядом необходимых для экспедиции свойств Например, он был плотным, что могло обезопаситься от укусов насекомых и змей А также плотно прилегал к телу, что предотвращало их, собственно, насекомых и змей попадание под костюм В те времена большинство зарубежных ученых делали описание коренного населения Папу и Новой Гвинеи Либо отдаленно с борта корабля, в силу того, чтобы было страшно заходить Либо записок миссионеров, что, естественно, ввело к неточностям Николай Николаевич же избрал один из наиболее непростых и уникальных способов проведения экспедиции Он в первом мире поселился вместе с изучаемым народом Новой Гвинеи, жил их образом жизни, даже стал частью этого народа Действительно, у него была договоренность с корветом Витяз, военным кораблем, который его туда привез Что они его там оставляют и возвращаются через год Я думаю, что вероятность того, что он останется жив в их умах была очень низкой И у них была даже договоренность, что он прячет определенным образом свои дневники Если, конечно, получится их, собственно, сделать И их просто забирает российский флот Так вот, при помощи русских моряков была построена для ученого хижина Никто точно не знал, когда именно Николай Николаевич вернется из экспедиции И останется он вообще в живых Хижина была расположена на мысе Гарагаси, ныне мыс уединения Так как это место показалось Николаю Николаевичу вполне удобным Из-за близости к воде, уединенности, а также из-за близкого расположения к тропинке Соединявшей деревни жителей берега Маклая Сама хижина представляла собой деревянное здание с крышей из сплетенных пальмовых листьев Около хижины развивался русский флаг, даже было место для секретного хранения, о чем я говорил Экспедиционных дневников русского ученого В случае, если бы он не выжил в ходе своей экспедиции в еще неизведанной край земли Дневники Николая Николаевича и по сей день остаются непревзойденным источником по этнографии Новой Гвиней И часть дневников до сих пор хранится в банке в Сингапуре, и к ним нет доступа Мы очень надеемся, что когда-то этот доступ у нас будет Будучи на северо-востоке Новой Гвиней Николай Николаевич Микух Маклая удалось наладить дружественный контакт и добрые отношения с коренными жителями А также освоить некоторые языки С своим терпением, доброжелательностью, отзывчивостью, отвагой, русский ученый путешественник Завевал доверие, любовь и преданность новогвинейцев Фактически он открыл внешнему миру попуасов с северо-восточного побережья Новой Гвиней Которую впоследствии назвали берегом Маклая По праву первого европейца, поселившегося там и исследовавшегося этот берег и добившегося научных результатов Особенно примечательно одна из первых встреч Николая Николаевича с попуасом По прибытии в Новую Гвинею Ученый решил идти в одну из деревень, чтобы познакомиться с попуасами поближе Русский ученый не знал, какого рода прием его там ожидает Но все равно решил идти туда невооруженным, ведь он шел с благими намерениями Как только Николай Маклай вошел в деревню, встретил группу вооруженных копьями и луками попуасов Затем в сторону ученого даже полетели две стрелы Такая реакция местных жителей говорила не столько об их агрессии, а наоборот о страхе Так как они впервые в жизни увидели белого человека А также они решили, естественно, увидеть ответную реакцию на их действия Реакция была крайне интересна Чтобы убедить местных жителей в мирных намерениях, Миклуха Маклай не ответил агрессии, а принес туда циновку Плетеный настил, лег на него, закрыл глаза и уснул Впоследствии Николай Николаевич, записывая в дневниках, что он проснулся Через пару часов увидел нескольких попуасов, сидящих вокруг циновки Они смотрели на него не так угрюмо, а наоборот, крайне удивленно Коренные жители северо-востока и Новой Гвинеи считали Николая Николаевича сверхъестественным существом Это на самом деле так, объясню почему Причиной стал светлый цвет кожи русского ученого Из-за чего он был принят за предков вернувшегося из потустороннего мира Они искренне так считали миром мертвых и духов Согласно записям ученого, попуасы называли его Коран Томо Это значит человек с луны И видели в этом разгадку его могущества и фантастических способностей Что касается фантастических способностей Это были простые способности, он их просто лечил Николай Николаевич успешно лечил попуасов, которые стали обращаться к нему за медицинской помощью После чего коренные жители стали приглашать его в свои дома, где хранились ритуальные предметы И на происходившие в лесу ночные празднества Но при этом они продолжали считать русскоученым мифическим существом Правда не злым, как и в других регионах мира попуасы разделяли сверхъестественных существ на добрых и злых А несущим добрые деяния Путешественник не только не опровергал, но даже поддерживал эти поверия Так как они обеспечивали ему безопасность и непререкаемый авторитет Это создавало более благоприятные условия для научных исследований Во время экспедиции на берег Маклая путешественнику удалось провести антропологические измерения Собрать богатейший этнографический материал, в частности элементы одежды, украшения, традиционное оружие и орудия труда островитян А также сведения о культуре и быте коренных жителей берега Маклая О пище, праздниках, культах и так далее А также описать природу, составить карту А также записать 350 слов без письменного языка жителей берега Маклая Кроме того, путешественник успел неплохо освоить местный папуасский язык Бонку Что позволяло ему еще глубже погрузиться в местную культуру А также собрал богатую этнографическую коллекцию Например, папуассы сразу же высоко оценили преимущества железных топоров и ножей Они фактически существовали в каменном веке Которые они получали у Маклая Не просто так он их обменивал на те предметы, которые были ему интересны В частности, деревянные статуи, ручные барабаны, большие сигнальные гонги Затем они стали пытаться к рукояткам традиционных топоров Прикреплять вместо обтесанного камня заточенные куски железа Покинув залив Астролябии 24 декабря 1972 года Микух Маклай решил продолжить изучение коренного населения Новогвинеи За время своих последующих экспедиций он еще дважды посвящал берег Маклая Его пребывание здесь в общей сложности составило 30 месяцев Во время второй экспедиции на берег Маклая Это июнь 1876 года, ноябрь 1877 года Путешественнику уже не надо было преодолевать пропасть Которая отделяла при первом знакомстве от местных жителей Высадившись в заливе Астролябии, он встретил старых друзей Новые поколения папуасов тоже хорошо знали Маклая Отнеслись к нему так же, как их отцы и деды В этот раз путешественник поселился на мысе Бу-Горлом В хижине, построенной уже теперь с помощью папуасов Возле дома была расчищена площадка, на которой посадили кокосовые пальмы, бананы, хлебные деревья А также папайи, ананасы, привезенные Миклухом Аклаем Вообще Николай Николаевич много им привез фруктов и овощей На вскопанных участках посеяли новые для астролябцев продовольственные культуры Привезенные Николаем Николаевичем кукурузу, тыкву, арбузы и гурцы Помогая в посадке, затем в уходе за этими растениями Астралитяне научились их возделывать И когда созрели первые плоды, оценили их питательность и вкусовые качества Уже через несколько месяцев новые растения начали выращивать на своих огородах и плантациях Не только обитатели близлежащих деревень и островов, но и прилегающих районах Нового Гвинеи Так в языке бунгварцев появились русские слова Ну, не русские слова, они, в общем, вот эти новые вещи назвали на своем языке И получилось схоже, ну я не буду коверкать тут русский язык Ну, схоже как по-русски То есть, топор там чуть исправленный, кукуруза, дыня и так далее Кроме того, к местным названиям некоторых культурных растений, привезенным русским ученым Они прибавляли его имя, например, огурец Маклай, тыква Маклай и так далее Последняя экспедиция Миклух Маклая на северо-восточном побережье Нового Гвинеи состоялась в марте 1883 года Я чувствовал себя как дома, писал он, въехав на берег возле деревни Бонгу Каждое дерево казалось мне старым знакомым, пишет Николай Николаевич в своем очерке За шесть лет, истекшихся со временем второго пребывания, Миклуха Маклая Бонгуанса немало натерпелись своих врагов Из предгорей они опасались европейцев, несколько раз высаживавшихся на их берегу Ученый дал им несколько, так сказать, мудрых советов, отчасти относящихся к военным действиям Ну, как там эвакуировать женщин, когда опасность, как подавать определенные знаки при приближении какой-то опасности И по которым обитатели берега, собственно, работали над своей безопасностью Говорят, что островитяне плакали, расставаясь в третий раз и в последний, как оказалось, с Миклухом Маклая Теперь, собственно, и об его общественно-политической деятельности Вместе с тем, Николай Николаевич всю жизнь упорно боролся за права жителей Океани Обращался к государственным деятелям, ученым, выступал с лекциями, размещал статьи в газетах и журналах В 1879 году он поставил перед собой важную цель – собрать материалы похищения людей в рабство и работорговлю в Океане Чтобы по возвращению в Австралию, а он там женился на местной женщине, она была дочерью губернатора одного штата Уэльса австралийского Чтобы по возвращению в Австралию развернуть борьбу против этого воровского насилия В 1881 году им была составлена записка о похищении людей и рабстве западной части Тихого океана Где ученые, основываясь на собственных наблюдениях и приводя конкретные факты, показывают подлинную сущность работорговли В записке Николай Николаевич выступает за принятие неотложных мер Чтобы устранить или хотя бы смягчить наиболее бесчеловечные проявления системы подневольного труда Более того, обдумывая содержание записки, путешественник обратился к известному швейцарскому юристу Блюнч Ли С просьбой дать совет, как добиться международного соглашения об уважении прав народов в Океане В том числе о запрете похищения людей обманом или силам Также в планах Николая Николаевича входило открытие школ в новогвинейских деревнях Но колониальные державы, которые вскоре разделили между собой всю Новую Гвинею, сочли это излишним В 1996 году, в честь 150-летней годовщины со дня рождения Николай Николаевич Микух Маклай был признан ЮНЕСКО гражданином мира За его вклад в мировую и отечественную науку А также гуманистические идеи, которые надолго опередили свое время Ну и в заключение, что хотел сказать, что жизненный путь, сама личность Николая Николаевича Микух Маклая Характеризует его как одно из самых выдающихся людей 19 века Еще при жизни в 70-80-х годах 19 века он обрел огромнейшую популярность И превратился в живую легенду не только в России, но и далеко за ее пределами Личность ученого-путешественника вызывала живой интерес благодаря славе от важного исследователя Ставшего первопроходцем во многих научных дисциплинах Николай Николаевич Микух Маклай по праву вошел в историю как выдающийся путешественник Естественно-испытатель, этнограф, антрополог, зоолог, океанолог, вулканолог и метеоролог За время своих многочисленных экспедиций на Новую Гвинею, в другие районы Океана, Австралии, Юго-Восточную Азию Русский ученый тщательно и подробно описал хозяйство, быт, материальную культуру, нравы, обычаи местных жителей Уделяя особое внимание их самобытному искусству Не случайно в день рождения Миклуха Маклая 17 июля впоследствии был утвержден День этнографа Профессиональный праздник российских ученых-этнографа Спасибо за внимание Если есть вопросы, с радостью отвечу Пожалуйста Можно ли сказать, что Миклуха Маклая помешал развитию племени? Он же им рассказал, получается, как держит оружие, как знаки? Они не сами за это разговаривали, а он же сказал? Ну, конечно, он им помог Вы как сначала ваши вопросы не расслышали? Можно ли сказать, что Миклуха Маклая помешал развитию племени? Нет, наоборот, помог Он практически ускорил их эволюцию определенным образом Они перешли от камня к металлу Они в конце концов научились многим Он им завез много аграрных культур И что улучшило качество их жизни В конце концов, он научил их защищаться от определенных экспансий военных в том числе Еще вопрос? То есть, когда так получилось, что его деньги попали в сентябрь? Оставшиеся там Оставшиеся Он оставил у коренного населения А потом они, ну, каким-то образом А почему из них не делали? В банке, потому что находится Доступный Это сложная процедура международная Получается, они принадлежат, я думаю, что какой-нибудь юридической структуре Возможно, Нидерландам Возможно, Германии Возможно, Великобритании Которая, в общем-то, именно Да, одно из полной недвижат А это только что предыдущий вопрос Потому что они там остались То есть, они Он их не забрал Ну, во-первых, есть шеститомное собрание сочинений И, как я уже говорил, да, оно выпущено было в Советском Союзе Там очень яркое было издание в 60-е годы А сейчас мы нашими силами его переиздали Ну, потому что много очень, так сказать, было заявок по этому поводу Сейчас на днях мы вручали Соломину Которую играл Миклух Маклаев Единственного фильма снято Вот, вы можете ознакомиться с этим собранием сочинений Думаю, вам на какое-то первое время Точно хватит впечатлений Но впоследствии, может быть, уже и дневники подоспеют на Сингапур Вот вас именно эти заинтересовали Тут очень много есть уже имеющихся дневников Всегда некая тайна, она интересна Надеемся, что да, это все-таки достояние всего человечества Все? Спасибо Вы очень хорошего видео Наш Центр творчества выражает большую благодарность Вам спасибо за сегодняшнюю увлекательную лекцию Это вам Спасибо А теперь Общая фотография